Приветствую на канале Huawei P40. Компактный дизайн, хорошие камеры и топовый процессор. Все это собрано в одном устройстве. А теперь давайте поподробнее. Начнем пожалуй с комплектации. В комплекте сам смартфон, блок питания на 20 ватт с поддержкой быстрой зарядки, кабель Type-C, а также есть силиконовый чехол. И что примечательно, со смартфоном в комплекте идут наушники, скрепка и стандартные бумажки. Сразу хочется отметить очень скромные размеры аппарата. И прошу заметить, что при этом телефон обладает диагональю 6,1 дюйм. А по нынешним меркам это довольно не маленький экран, хоть и не лопата. В левом верхнем углу разместилась двойная фронтальная камера. Что касаемо разговорного динамика, здесь используется технология акустического дисплея. Рамки смартфона сделаны из металла и приятные на ощупь. Тыльная часть смартфона из стекла. Тут же размещены камеры. Это основная тройная камера, двойная вспышка и как видим оптика заявлена отлейка. На верхней грани размещен дополнительный микрофон. На правой грани размещены качельки громкости и кнопка питания. Она выделена красным цветом. На нижней части телефона расположено большинство элементов. Это динамик, микрофон и двухсторонний лоток под сим-карты. Места для карты памяти не нашлось. Хоть здесь солидные 128 гиг встроенной памяти. Из-за габаритов телефон очень хорошо лежит в руке. Сам смартфон очень компактный и даже без чехла сидит в руке крепко. Экран это OLED-матрица с диагональю 6,1 дюйм с разрешением Full HD+. Соотношением сторон 19,5 к 9 и плотностью пикселей 422 ppi. Дисплей действительно порадовал. Качественная, насыщенная картинка, хорошие углы обзора. Цвета очень сочные. Как вы заметили, данный обзор снят на улице, но при этом заметьте, что яркости экрана хватает сполна. В настройках дисплея можно выставить цветовую гамму, включить фильтр синего свечения, активировать темный режим. И что немаловажно, у смартфона есть DC-димминг. А также при необходимости можно скрыть верхний вырез. А сейчас давайте замерим, как же мерцает экран смартфона с DC-димминг и без него. При яркости экрана 100% мерцание составляет 8,24%. При этом нужно знать, что рекомендованная норма 5%. При яркости экрана 50% частота составляет 8,96%. Яркость экрана 30%, мерцание 10,2%. При яркости экрана 20% частота уже составляет 12,5%. И при яркости 0% имеем 7,76%. Что очень даже неплохо. А вот без DC-димминг частота мерцания экрана 64,6%. Как видите, значение сильно отличается. Потому для защиты своего зрения лучше эту функцию все же включать. Сердцем данного смартфона был выбран фирменный процессор от Huawei Kirin 995G. По названию сразу понятно, что смарт поддерживает технологию связи 5G. Нам, конечно, от этого пока не холодно, не жарко. Но рано или поздно у нас тоже будет 5G. А уж тогда это и пригодится. Если, конечно, смартфон доживет до того времени. Процессор изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу с видеоускорителем от Mali-G76MP16. В моем случае в телефоне 8 гиг оперативной памяти и 128 встроенной памяти. Также есть версия на 6 гигабайт оперативы, но она пока не поступила в продажу. Мощности процессора хватит, чтобы играть абсолютно во все новые игры на максимальных настройках графики. А Antutu выдает более 450 тысяч баллов. В повседневном использовании тут тоже все в норме. Телефон работает шустро, без каких-либо нареканий. Сразу чувствуется, что это или флагман, или предфлагман, даже не зная, что за проц там установлен. Как всегда у нас не обошлось без вещей, на которые нужно обращать пристальное внимание. Как вы знаете, с недавних пор компания Google и Huawei прекратили сотрудничество. И теперь, чтобы нам скачать и установить любимое приложение, делать это нужно будет через AppGallery. Также можно дополнительно поставить приложение More Apps. И там уже мы можем найти все, чего только душа пожелает. Это, конечно, пока не Play Market, но с каждым днем там все больше и больше приложений. А если, например, установить YouTube, то работать он не будет, потому что у нас нет Google сервисов. Вместо него есть другие альтернативные варианты, где можно будет смотреть ролики YouTube. По тем же причинам не будет работать оплата через Google Pay, хоть NFC, конечно же, тут есть. Смартфон, хоть и небольших размеров, но имеет довольно объемный аккумулятор. Батарейка здесь 3800 мА. В среднем режиме использования телефон сможет проработать примерно 2 дня. После тестов можно сказать, что за 30 минут YouTube вы потеряете 6%, а игры заберут 8%. Тесты проводились на яркости 75%. При помощи быстрой зарядки телефон заряжается за 30 минут на 56% от блока питания, который идет в комплекте. Звук из основного динамика достаточно громкий и объемный, хотя стереозвука тут нет, так как нет второго динамика. Но мне он действительно понравился. Что касается разговорного динамика и так называемой технологии акустического дисплея, слышно собеседника хорошо. Сильно не кричит, но слышно нормально. И причем это не звук, как из бочки. Частотно это похоже на обычный разговорный динамик. Разблокировать смартфон получится при помощи сканера отпечатка пальцев, который встроен в экран и работает он очень быстро. Еще один способ это сканер лица, за который отвечает второй модуль фронтальной камеры. Разблокировка по лицу работает быстро и исправно, как в светлое, так и в темное время суток и действительно безопасно. Основная камера тройная. Первый модуль на 50 мегапикселей со светосилой f1.9. Второй модуль на 16 мегапикселей, апертура f2.2. Ультраширокий с поддержкой макросъемки. И третий модуль на 8 мегапикселей, f2.4 телефотообъектив. В светлое время суток на основную камеру можно получать хорошее фото с отличной цветопередачей и детализацией. Ширик дает тоже довольно неплохое качество и отличный угол захвата. Камера обладает оптическим трехкратным зумом и пятикратным гибридным зумом. Максимальный зум 30-ти кратный, но качество фото уже намного хуже. Давайте посмотрим на портрет. По-моему здесь кошка получилась просто отлично и причем без ошибок. Даже в сложных условиях портреты получаются довольно качественными. В помещении так тоже все хорошо и особенно девушкам понравится сглаживание кожи лица. И в целом снимки получаются достойными в хорошем освещении. А вот ночной режим меня удивил. Вот здесь на самом деле практически полная темнота. Лишь совсем немного свет от фонарей доставал. А вот этот синий свет от фонаря с другой стороны. Хоть на самом деле он не синий. И фото получилось словно это вечер с солнечным светом. Без ночного режима мне даже некоторые фото понравились больше. Видно что оптика и сенсор довольно качественные. Фронтальная камера у нас двойная. Первый модуль на 32 мегапикселя со светочувствительностью f2.0. А второй модуль это TOEF 3D камера для реализации безопасного распознавания лиц. Также эта камера используется в портретном режиме для размытия заднего фона. В светлое время суток можно получить довольно неплохие снимки с хорошей детализацией и правильной цветопередачей. Тест съемки видео на Huawei P40. Качество наивысшее 4К 60 кадров. Когда я смотрю на превью, то тут нет 60 кадров, тут 30. Но потом уже будет доступно при просмотре. Вот такое у нас качество на данный смартфон в хорошем освещении. Также хочу отметить классную запись звука и то, что можно делать очень аккуратные проводочки. Это с рук и никакой тряски. Все очень красиво и смотрибельно. Электронная стабилизация здесь отрабатывает очень даже хорошо. Еще одна особенность смартфона в том, что прямо во время съемки можно переключаться на разные модули. Сейчас у нас основной модуль. А сейчас сделаем ширик. Вот переключились на широкоугольный модуль. Это максимум. Качество, конечно, будет хуже, но все же есть такая возможность уже хорошо. А вот сейчас я сделаю приближение. Далеко не каждый смартфон так умеет. Вот приближение в 10 раз. Да, качество, конечно, не ахти, но сейчас я с рук снимаю и, вы знаете, неплохо. Прикольно. И вот назад возвращаемся. И, пожалуйста, основной модуль сейчас. Красота. Full HD 30 кадров, ночная съемка. Работает он на базе 10-го андроида с фирменной оболочкой MUI 10. Если говорить о беспроводных подключениях, у нас имеется Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6+. Что позволит принимать сигнал через стены потолще, дверей побольше. Это, кстати, свежий стандарт. А NFC, скажу, что пока нет Huawei Pay, это не актуально. Какой же можно подвести итог? В целом смартфон получился интересным. Он небольшой, удобный, довольно мощный процессор, хорошая батарея и камеры на уровне флагмана. Что касается гуглов, то, конечно, если вы к ним привыкли хорошенько, можно при желании установить. Гуглы кастомные, неофициальные. И я, если честно, не сторонник такого, но способ рабочий есть. Не маловажно и цена. Он не самый дешевый, так как это флагман. И с ценами вы сможете ознакомиться по ссылкам в описании. Потому что смартфон свежий. И, возможно, вы смотрите это, когда она уже ощутимо просела. Есть также младшая модель и ощутимо дешевле. Это Huawei P40 Lite. Обзор был на канале, обязательно посмотрите. Ссылка также в описании. Или вот должна быть конечная заставка сверху. С вами был Андрей, канал Smart Plus. С наилучшими пожеланиями. Подписывайтесь. И всем пока.